Изменить судебную систему нардепы не могут уже который день. Многотысячные поправки к реформе завели в парламент в тупик. Грандиозный план принять на этой неделе еще и пенсионную реформу на грани провала. Что намерены делать и есть ли шанс? Смотрите и слушайте. Эпопея с судебной реформой продолжается. Один законопроект, к которому насобиралось свыше 4000 поправок, уже который день беспрерывно рассматривают в парламенте, обсуждая каждое изменение. Я запрошу на трибуну главу комитета Руслана Князевича. Глава комитета выходит с увесистой стопкой страниц и часами напролет слушает депутатские замечания. Это закончится тогда, когда Князевич впадет без сил рядом трибуны. И все фракции его просто вырежут поддерживать и проголосуют уже за любые варианты. Медленно и неуверенно нардепы прошли экватор, половину поправок зачитали, но ни одну не приняли. Вносятся изменения в три кодекса, где принимается новая редакция. Плюс два кодекса с величайными изменениями. Плюс полтора десятка законов. Кодексы не подготовлены. Что-то выправлять в зале, в которой сидит 60-70 людей, неможливо. Правки, которые я слышу, которые выставляются в сегодняшнем зале, действительно нужны для улучшения законопроекта. Мы могли получить прекрасные ограниченные бриллианты. Получаем кусок стекла, которым украинцы будут еще не один год резать руки. Во фракциях коалиции заправки не голосуют. При этом замечания у них не к документам, а к оппонентам. В этом зале сейчас мы видим четкую атаку на судовую реформу, мы видим четкую атаку на пенсионную реформу. И я считаю, что это недопустимо. Той, кто сегодня атакует пенсионную реформу, требуется только одного. Чтобы украинские пенсионеры не получили денег. Но к той же пенсионной реформе порядка двух тысяч правок. Так что у большинства новая задача умерить пыл оппонентов. Подумывают над изменением регламента. Мы, мающий законопроект, готовим к другому читанию, с таблицами, с поправками, проводить повное обговорение за повной процедурой. Потом ставить вопросы на голосование в редакции комитета. И только в разе, если редакция комитета не наберет 226 голосов, далее уже идти за поправки. Они хотят сделать утиск, утиск безусловно оппозиционных фракций, утиск депутатов. Это безусловно обязанность депутата, если он работал, если он не работал в правке, отстать свои правки. Они нам не дали отстать на комитете, поэтому мы отстаем в зале Верховной Ради. А пока регламент прежний и пенсионную реформу по-прежнему будут проталкивать на этой неделе, завтра застрахуются дополнительными рабочими часами. Ничего не перенавантажено в Верховной Раде. Больше того, опыт имеют. Бюджет в ночи голосовали уже три года назад. А за пенсионную реформу нужно проработать. Правда, работа над пенсионной реформой точно будет не менее сложной, чем над судебной. Я считаю, что пенсионная реформа ее назвать нельзя. Это закон, который уменьшает количество пенсионеров, которые получают помощь от государства. Мы состоянием, что дефицит пенсионного фонда должен ликвидироваться за счет с большими рабочих и средствами smaller cięтов week, а не за счет с минимальной количества пенсионеров, которые получают в пенсию. Сколько можно говорить людям брехню? » maar «Говорите, что вы уменьшаете бюджет, не бюджет, а дефицит пенсионного фонда за счет людей, а не сменьшите его за счет с большим экономики». Половина депутатских фракций уже отказываются голосовать за пенсионную реформу, а ее еще даже не вынесли на голосование. Им бы покончить с судебной, которая третий день кочует из заседания в заседание.